всем привет сегодня я хочу поговорить на тему бессонницы и конкретно о страхе умереть от бессонницы и о страхе заснуть и не проснуться отталкиваюсь я исключительно из своего личного опыта я рассказываю все то что я проработала и желаю вам успехов тоже чтобы проработать до свои какие-то вот такие вот симптомы и добраться до внутренних причин да все эти симптомы это я всегда делаю пример симптомы это листочки есть еще веточки стволы корни да и нужно копать всегда более глубоко конечно же первое что нужно сделать это пройти ряд обследования рекомендовала рекомендую и буду рекомендовать потому что это очень важно и посетить своего психолога найти себе психолога либо же быть на связи со своим психологом психотерапевтом у меня на канале очень много видео про невроз да так как я невротик смешанного типа и я делюсь своим опытом на своем канале конечно не только про психологию я снимаю но большую часть и сейчас очень увлечена этим я работаю над собой каждый день и развиваюсь над собой да развиваюсь развиваюсь над собой вот и хотелось бы найти свое окружение да чтобы работать вместе поэтому если ты не найдешь что-то на моем канале что тебя именно тревожит какой вопрос то пиши в комментариях пиши свои истории будет очень прекрасно если ты выйдешь со мной на обратную связь я буду рада с тобой пообщаться если ты задаешься вопросом можно ли умереть от бессонницы то вероятнее всего ты находишься в неврозе либо же в тревожном расстройстве либо же в сильном стрессе то есть конечно врач устанавливает диагнозы да но это ну вот эта мысль она довольно таки приобретает навязчивый характер ведь ты не один раз ее продумал да и просто так пропустил понаблюдал а уже конкретно задался целью выяснить реально такое существует или нет да что люди умирают от бессонницы например я хочу тебе сказать дорогой друг что есть такое наследственное заболевание от которого реально умирают но в мире там очень маленькое количество то есть это очень очень редкое заболевание да и если бы она у тебя было то вероятнее всего из детства уже или хотя бы на протяжении кого-то там твоей жизни ты бы уже узнал потому что ну врачи бы уже это вычислили поэтому умереть от бессонницы ну это что-то невозможное да если организму захочется действительно спать если он действительно очень сильно устанет он возьмет свое он все равно тебя уложит чтобы ты уснул да если не спишь значит ну организму пока что достаточно энергии я понимаю что ты довольно мучительно я сама это прошла поэтому продолжим дальше то есть давай мы не будем сейчас тревожиться по поводу того что я сказал что да есть такое наследственное заболевание это очень редкое заболевание и ты по крайней мере знал о своих предках каких-то да либо же тебе уже давно бы сказали врачи об этом вот и поэтому не будем себя накручивать 1 от бессонницы не умирают все и знаешь учитывая то что в момент мы обострения моего невроза до 2014 год и самые такие пики которые мои происходили у меня также были вот такие вот мысли да и я вот смотрю что вот видишь у нас же есть что-то общее соответственно тебе поможет тоже что помогло мне и это поможет многим людям кто именно задается таким вопросом то страдает и мучает от этого вопроса так вот как только моё мой невроз обострялся у меня сразу же пропадал сон проработал сон мог на неделю пропасть ну да я могла подремать максимум два часа и то в дневное время и а могла вообще не дремать то есть у меня сон напрочь пропадал при том что я их 2014 до 2017-2018 я принимала таблетки да чтоб заснуть потому что не понимала этих механизмов и мне не помогали даже таблетки то есть я перепробовала очень многие пишешь насколько было такое внушение у меня что мне ничего не поможет самостоятельно себе внушив это да я потеряла веру на какой-то период что я не смогу себе помочь мне никто не поможет поэтому меня не брали ни таблетки ничего но с 2018 года я полностью отказалась от таблеток и сейчас я хорошо сплю единственное что у меня могут быть такие какие-то проблемы со сном если я сильно перевозбуждена у меня очень много энергии и ну это обычно перед каким-то мероприятием да вот я могу испытывать какие-то проблемы со сном у меня это не беспокоит то есть это буквально один раз и все потом я нормально сплю да я на этом не заморачиваюсь потому что я уже прошла много я понимаю у меня есть инструменты как работать с этим да мне ну совершенно уже не страшно так можно ли все таки умереть от бессонницы но как видишь я тоже во я то не спала долгое время и было у меня была у меня достаточно долгое бессонница я жива когда моему организму нужен был сон он сам меня улаживал и когда вот такое острое состояние просто ну уже по сильное такое перевозбуждение вот это вот тревожность все да и тяжело спать и если ты задаешься таким вопросом вероятнее всего ты зациклился на этом на вероятнее всего тебя что-то мучает что-то гложет конечно есть возможно какие-то заболевания которые вызывают конкретную бессонницу но я изначально тебе сказала что нужно пройти обследование да и потом уже спокойно следовать по по моим шагам так сказать за мной вот меня очень интересует такой момент ты испугался вот ответь мне в комментариях ты испугался когда я тебе сказала что вот ну есть такое наследственное заболевание ты ощутил сильный страх да я тебя не смогла успокоить потом другими предложениями если испытал страх то ты может даже если напишешь то если ты испытал страх то вероятнее всего ты в остром состоянии потому что когда я была в остром состоянии меня пугало абсолютно все страх умереть от бессонницы и страх заснуть и не проснуться это считает общие страхи да в том плане что это всего лишь страхи не нужно страхи наделять такой силой такой верой потому что этот страх который кажется вот такой вот большой он на самом деле очень-очень маленький и я хочу сказать что когда наделяешь и могущественной силой страха наделяешь могущественной силой он становится таким большим страшным но как только начинаешь принимать то что ну да пусть это случится да ну пусть страх сразу уменьшаете подать ну так сказать теряет свою ценность да не нужно наделять страх таким могуществом нужно принять то что ну да есть такая вероятность например да и принять вот ну даже вот знаете я делала так что ложилась то и ждала минут пять мы же мы же не знаем возможно этого никогда в жизни не произойдет этого не произойдет и можно лежать минутами часами годами и ждать этого момента и так всю жизнь просто хочется сказать плохое слово в общем жизнь пролетит незаметно вот и под этими двумя страхами да могут быть сами самые различные страхи вот и мысль да навязчивая это всего лишь мысли это всего лишь мысли чтобы вы понимали это всего лишь страхи то есть не делаем из них что-то такое могущественное а это всего лишь ну всего лишь страхи всего лишь мысли если мы так подумаем этого не произойдет это не значит что мы подумаем и это должно произойти да это всего лишь наш мозг наш я мыслитель рассказал нам какую-то историю которая да может быть вероятно там не знаю где-то там может это увидели где-то прочитали да по то же самое наследственное заболевание и вот начинает крутить этот вот историю где-то что-то услышали услышал да и уже все начин началось и вот эти вот страхи они имеют такую вот основу что ли такой вот корешочек да такую вот веточку как страх смерти да то есть страх умереть от бессонницы страх смерти страх заснуть и не проснуться страх смерти чего-то неизведенного да вот немножко копнули чуть чуть глубже вот ты сейчас посмотрел то что я тебе рассказала да как-то и думаешь да вот какой-то вывод тел можно ли умереть да от бессонницы что у тебя еще с голове напиши пожалуйста и такой еще момент как думаешь нужно ли бороться с этим страхом с этим его страхами да или там с каким-то даже пусть это будет просто общий страх смерти да но они это страх смерти будет вытекать там в разных предложениях например нужно ли с ним бороться напиши пожалуйста в комментариях а я тебе еще скажу нужно или нет а теперь я тебе скажу то что делала я возьмем общий страх смерти в какой-то метод самое обострение я с ним боролась тупала в борьбу хотела избавиться избежать что только я не делала была конкретная жесткая борьба с этим страхом считаю я боролась сама с собой своими мыслями своими эмоциями да со своей со своим инстинктом самосохранения и в какой-то момент мне конечно же уже очень сильно надоело это были такие уже сильные мысли что отчаяние да я очень была уже в отчаянии и в какой-то момент ко мне пришла очень полезная информация я начала развиваться да я начала больше как того то изучать все это исследовать и в итоге я поняла что нельзя бороться и нельзя избегать потому что как только ты это начнешь но начинаешь вот эту вот ловушечку так сказать наступать все она тебя будет затягивать конечно из этой ловушки можно в любой момент выйти но дело в том что ну это конкретная такая вот ловушка вот эта борьба и избегание вот и наделение силой вот какой-то что ой это такой такой страх или это мысль такая страстная искать ответы на вопросы я хочу сказать что не там ищите да не мои дорогие зрители не там ищите в симптомах искать ничего не надо надо рыть глубже надо смотреть внутренние конфликты какие подревности не закрыты надо искать почему бессонница что окружает так где я нахожусь что такое почему почему со мной происходит почему я не сплю да копать невротические стратегии мышление поведение все вот быть археологом своей жизни раскапывать что по частичкам на что-то у меня психотравмы почему так происходит а почему эта бессонница меня докучает данный момент то есть что я сделала я перестала бороться и перестала избегать я просто так сказать лицом к лицу к своему страху вот так вот я повернулась и наблюдала что будет и как видите я жива я здорова и слава богу все хорошо так все таки какой мы вывод делаем бессонница бессонница это всего лишь симптом и под этим симптомом есть более глубинные причины над которыми нужно работать да чтобы не беспокоили какие то вот такие навязчивые мысли и симптом бессонницы да что тоже мешает конкретно спать такие фразочки в нашей голове могу ли я умирать от бессонницы да вдруг я умру от бессонницы а вдруг я умру от бессонницы а вдруг я засну и не проснусь а вдруг там задохнусь да или еще что-то это ловушка это всего лишь страх который я самостоятельно раньше наделяла силой да и ну то есть соответственно если ты смотришь это видео если тебя это волнует то и ты тоже мой дорогой зритель поэтому что мы делаем мы опускаем тут вот раздувшийся наш страх до минимума да то есть открываем глаза смотрим реально на этот страх такой ли он страшный как кажется да наблюдаем наблюдаем за всем что нас окружает в этот момент где мы находимся почему у нас наблюдаем что у нас внутри следим за эмоциями ну наблюдаем не следим а наблюдаем за эмоциями за мыслями просто наблюдаем вот и все страхи все мысли навязчивые эмоции какой-то опыт это все наше и вот это вот отталкивать избегать не нужно просто нужно повернуться к этому лицом и тогда вы одержите победу только когда вы покажете своему страху что ты мой дорогой я хозяин своей жизни я хозяин своего тела и я хозяин своего мозга неважно девушка ты или парень но и как только ты этому страху покажешь что я хозяин он сразу же отступит да покажи своему страху свое место куда ему нужно идти и кто хозяин в твоей жизни так и парочку рекомендации как улучшить сон настроить бессонницу так естественно днем не спим днем совершенно не спим спим только ночью пусть это будет час пусть это будет 2 3 4 5 но это будет исключительно только ночью это раз во вторых на момент конкретно обострение бессонницы исключаем кофе энергетики алкоголь сигареты все это вот возбуждающие на ночь не смотрим телевизор не сидим в телефоне это все возбуждает нервную систему стараемся больше ну без этого всего обходиться что ты в концлагерь попал да и тебе нужно конкретно следовать этим правилам ты смотри сам но в момент конкретно вот этого обострения лучше это все исключить также исключаем пока что какие-то физические нагрузки уже после восьми вечера даже если уже так сильно плохо уже после четырех не занимаемся никакими физическими нагрузками такими возбуждающими чтобы не возбуждать нашу нервную систему вот и потом постепенно уже когда втянешься когда будешь нормально спать уже это не имеет никакого значения но вот видишь я же говорю даже у меня порой бывает сейчас перевозбуждение в плане если я там ну схожу куда-то на классные мероприятия схожу в кафешечку с подружками пойду погуляю или еще что-нибудь такое интересное все или мне надо там ехать например в другую страну либо в другой город все у меня начинает это перевозбуждение и тогда у меня может я могу не заснуть там например ночью либо заснуть но так немножечко поспать часика 4 и все вот поэтому исключаем пока что вот все вот такое вот музыку громкую там какие-то конфликты стараемся вот после 8 часов полностью как-то вот себя привести расслабить вот в какое-то расслабление расслабить себя полностью принимать ванны теплые тем больше это очень в холода актуально там было бы идеально какой-то массаж да может кто-то сможет сделать рядом массаж расслабляющий с маслами эфирными попить какие-то травки если нет противопоказаний пустырник валерьянку хмель что еще пьют там а я пила вот ромашечку мяту мелису вот такой вот можно ну смотри конкретно чтобы у тебя не было никаких побочек для конкретно знаешь что я можешь отопить вот такой вот ну травки ты особо надежды и веры не вселяй в это это как вспомогательное да помочь расслабиться вот так да чтобы помочь расслабиться телу чтобы не быть таким взбудоражным а наоборот расслабиться расслабиться еще кстати хорошо молочко кипяченое с медом тоже как вариант естественно проветрить свою комнату проветрить комнату можно где-то вот за часик послушать какую-то вот музыку очень такую тихую спокойно такой да не будораживающую но опять-таки уже когда засыпать это нужно все убрать от себя я сказала за часик да чтобы себя настроить на такой реал релакс потом лечь повизуализировать чем-то хорошим подумать о будущем да помечтать в конце концов обеспечить обеспечить себе уют до обеспечить вокруг себя уют чтобы тебе было уютно спать до чистая постелька смотри вот по своим потребностям что тебе нужно то что тебе нужно в этот момент может какие-то объятия нужны вот что-то вот такое кстати объятия в течение вот даже 20 секунд обнимашек очень кстати классно влияет на наш организм и самое главное не забывай что это всего лишь симптом и нужно работать конкретно с глубинными причинами копать глубже быть археологом своей жизни быть хозяином своей жизни только ты сам сможешь себя помочь сама либо сам-то парень ты либо девушка только ты самостоятельно себе сможешь помочь и даже если ты будешь работать с психологом психотерапевтом никогда не наделяй никого верой нивны таблетки не людей только верь себя التreat к и себе поможешь да психолог психотерапевт может тебя направить нужно ну так сказать поставить на нужную дорогу да направить в нужную нужную сторону но все остальное ты будешь делать сам настраивайся на это и я понимаю что может быть сейчас сильнейшая вот когда я что-то рассказываю всех видео нормально когда испытываешь сильное сопротивление это нормально потому что зона комфорта именно твой этот комфорт да не хочет в дискомфорт и поэтому идет сопротивление то есть это совершенно нормально у меня было сильное жуткое сопротивление какой-то момент я даже думала что я его не выдержу сопротивление в плане что тысячи отговорок в голове и очень хорошо что я умею разделять я мыслителя я наблюдатель и наблюдать над своими мыслями потому что на самом деле это очень классный навык очень классно и сканировать свое тело тоже это очень полезно поэтому давай работать вместе потому что я не собираюсь возвращаться обратно да это не значит что ты вернешься обратно это значит что я хочу работать развиваться и быть еще 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 умнее в этом плане до психологии я хочу обладать всеми знаниями в этой сфере да и мне интересно все и также работать над собой ежедневно вот закреплять все свои какие-то момент так что если хочешь присоединяйся то присоединяйся подписывайся на канал и спасибо что посмотрел это видео пока пока и удачи успехов все у тебя будет хорошо и тебе выбирать действовать или нет пока пока